Ребята, всем огромный привет! Сегодня я снимаю для вас видео на тему моего нового ухода за кожей. Я не буду вдаваться в очень большие подробности. Сегодня мне хочется просто показать вам свои покупки, что нового я купила и как я буду ухаживать за своей кожей в ближайшее время. Надеюсь, для кого-то это может оказаться полезным. Очень часть того, что я опять повторила вот такую вот мицеллярную воду от Нивея для чувствительной кожи, недавно я пользовалась мицеллярной водой от Гарнир, от Лореаль. В общем, все бюджетные фирмы тоже стали производить такие мицеллярные воды, а всё началось с Биады. Могу сказать, что Нивея мне нравится на данный момент немножко побольше, потому что она более мягкая именно для чувствительных глаз. У кого кожа под глазами очень чувствительная вокруг глаз, я могу советовать эту мицеллярную воду, потому что она намного мягче, чем та же от Гарнир или от Лореаль. Я покупаю уже вот вторую бутылёк, я безумно довольна, очень легко смывает макияж и ощущается мягкость на лице после использования этой водички, так что ей я буду продолжать пользоваться. Также уже второй раз заказываю себе водичку, такую тоник от Ле Рош Позе, это Сира Зинк. Это водичка, которая у нас работает как тоник. Она замечательно борется с какими-то проблемами, высыпаниями на лице. Также заявлено, что она должна в какой-то степени мотировать кожу. Её покупала второй раз, потому что мне очень-очень она понравилась. Она действительно борется с теми же самыми покраснениями и какими-то небольшими прыщечками, если её использовать регулярно. Поэтому если же вы решите, что вы тоже хотите попробовать, не забывайте пользоваться ею регулярно, и тогда вы обязательно заметите результат. Также недавно я повторила свой тоник от Body Shop, это C.E.V. Это у нас серия, которая должна очистить вашу кожу, она должна её мотировать, то есть для девчонок с очень сухой кожей, наверное, вам бы я её не советовала. А всем остальным типам кожи она будет просто замечательная. На лето это мой must-have, потому что у неё очень свежий аромат водорослей, море чего-то свежего, и она очень-очень здорово освежает кожу. Мне нравится пользоваться ей именно утром. Она почему-то навеивает на меня какие-то воспоминания, и утром перед тяжёлым рабочим днём хочется чего-то такого свежего. А этот тоник просто замечательный. Её мне плохо, кстати, убирают жирный блеск с лица, поэтому тоже повторяю. Крем под глаза я себе так и не нашла нормальный, поэтому всё повторяю, покупаю себе вот этот кремик от Nivea Q10+. Меня устраивает её текстура. Я не очень люблю крема гелевые под глаза. Мне всё-таки нравится, когда консистенция именно кремовая. А этот крем как раз такой есть. Он не совсем дорогой, он доступен всем, потому что это Nivea, продаётся в любом масс-маркете, поэтому продолжаю пользоваться. И, в принципе, никаких нареканий нет. Консилер на него тоже ложится очень хорошо. И последние мои две новинки, из-за которых и был весь шум. Это два продукта от аптечной компании Aven. Я думаю, наверняка вы уже о ней слышали. И я выбрала себе два продукта, которые сейчас просто мои любимые. И, наверное, всё лето ими останутся. Первое, что я выбрала, это маска. Маска у нас успокаивающая, которая, в принципе, и сделана для того, чтобы успокоить, увлажнить нашу кожу. Мне очень нравится упаковка. Это стандартный такой белый тюбик. Очень-очень удобно ей пользоваться. У неё белая кремовая текстура. Я наношу её примерно на 20-30 минут. Оставляю её до того, как она полностью впитается. Она впитывается. Оставляет, конечно, плёнку на вашем лице. Но потом я её просто смываю водичкой. Она безумна... Знаете, вот сказано, что она должна успокаивать кожу и увлажнять её. И я считаю, что она справляется с этой задачей на все 100%. Очень приятное ощущение на коже после использования этой маски. Она, знаете, действительно увлажняет, успокаивает. И после применения этой маски мы получаем выровненный тон лица. И очень комфортное ощущение. Я хочу сказать, что, наверное, всем стоит иметь эту маску как must-have на экстренный случай. На случай того, если вы побыли на ветру долгое время или, наоборот, на солнце. И вам нужно успокоить, увлажнить вашу кожу. Этот продукт будет работать замечательно, как такая экстренная палочка-выручалочка. И летом в отпуск я обязательно её с собой возьму. Потому что всё-таки будет солнце, будет тепло. И коже нужно будет хорошее успокоение и увлажнение. Ну и после использования этой маски, и даже когда я не пользуюсь маской, я использую крем тоже от Avene с SPF 20. Light Hydrating Cream. То есть лёгкий увлажняющий крем. И тоже. Тут у нас такая же история. Такой же вот белый флакончик. Крем мне понравился своей лёгкой текстурой. Мне достаточно буквально одной такой горошины на всё лицо. И после него кожа чувствуется и выглядит очень бахотистой, увлажнённой и мягкой. Мне это безумно нравится. Также он замечательно выравнивает тон лица. И после него лицо не блестит. И впитывается он, в принципе, тоже довольно-таки быстро. Я уже также успела заметить, что этот крем замечательно борется с какими-то маленькими высыпаниями. Он не провоцирует новые высыпания. Он совершенно не забывает поры и очень хорошо ложится на лицо. Также я считаю, что немалый фактор того, что он содержит SPF 20. Конечно, фактор защиты от солнца SPF 20 это не очень много, но это бонус. Я рада, что он тут есть. Мне, наверное, больше не надо с нашей погодой. У нас не часто бывает такое открытое яркое солнце. Поэтому SPF 20 это то, что нужно. Я думаю, что он замечательно подойдёт девчонкам, у которых не очень сухая кожа. Возможно, для нормальной, комбинированной. И мне кажется, даже для очень жирной он подойдёт, потому что крем имеет очень такую лёгкую текстуру. Он довольно-таки текучий. Поэтому он не будет как-то очень сильно утяжелять вашу кожу. Ну вот, девчонки, такие были у меня недавние приобретения по уходу за лицом. Это то, чем я буду пользоваться, я надеюсь, в ближайшие пару месяцев. Конечно, я буду докупать тоник, но крема и мой любимый сиросинк, я думаю, мне хватит на пару месяцев. Расходуется это всё очень экономично. На данный момент меня этот уход абсолютно устраивает. Моя кожа это устраивает. У меня, конечно, бывают какие-то высыпания тут и там, но их стало намного меньше. И я заметила, что уже нет такой проблемы с покраснениями, особенно на подбородке и на лбу. Поэтому вот такое было у нас сегодня видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока.